который вы сегодня посмотрите. Совмещением войлока и трикотажа я занялась давно. Собственно, ну как, уже можно считать, вот лет 8-9. Тогда это, знаете, вот на тот момент, кроме Ирины Любиной, вот ничьих работ в этом направлении не было. Причем, ну, у Иры у нее абсолютно вообще другая стилистика. Она талантливейший мастер, но у нее и другой способ совмещения, и другие по стилю работы. А у меня вот, вот это, кстати, одна из первых работ, когда моя взрослая дочь была еще подростком, и собака моя, которая сейчас уже старенькая, ей завтра 8 лет, собака была еще тогда щенком. Ну, вот это одна из первых работ в этом направлении. Работ было много, я думаю, что на просторах интернета они вам неоднократно попадались на глаза. Эти работы многие пытались копировать и повторять, ну, и бог с ним, идея хорошая. Пусть она уже как бы отпущена мной в космос, пусть живет и работает. Самое главное, тут, ну, как сказать, фишка даже не в дизайне. Чисто технологически совмещение войлока и трикотажа очень оправдано, потому что войлок находится посерединке между обычными тканями и трикотажем, он посерединке по степени пластичности и эластичности. И вот, допустим, для хорошей посадки плечевого пояса, даже не столько для посадки, для высокого уровня комфорта, очень хорошо делать войлочные рукава, очень хорошо можно делать вязаные рукава на войлоке, вязаные воротники, то есть хорошо можно делать. Это вот ранние работы, которым вот уже по 8-9 лет. Вот, то есть очень хорошо можно совмещать, особенно если вот, допустим, здесь свитер, да, войлок из альпаки, из флиса альпаки, и пряжа тоже из альпаки. То есть когда совпадает по составу пряжа и войлок, прекрасно эти вещи долго служат, потому что их хорошо можно и стирать, и, ну, как сказать, изнашиваемость, да, она одинаковая получается и у трикотажа, и у войлока. То есть все это вот происходит очень-очень равномерно. При этом это вещи очень комфортные, они не ограничивают движение, они удобны и для мужчин и женщин, они действительно очень теплые. То есть это прекрасное перспективное направление. Могут быть вещи и другого плана. Ну, вот этот вот кейп, он как бы ему уже, наверное, почти четыре года, да, вот этой модели. Он уже на международных выставках побывал и даже побеждал, да. Можно делать вещи вот такие, совсем другого стиля, да, то есть добавить романтики к этно- и фолк направлению. Можно добавить романтики, можно играть на деталях, на интересных сочетаниях. То есть, ну, безграничные возможности. Я очень много делала. Вот так вот совмещая войлок и трикотаж, всякие куртки, пальто разнообразные. То есть это действительно вещи, которые применимы в нашей каждодневной реальности. То есть это не то, в чем ходить по подиуму. Хотя можно, конечно же, сделать что-то такое яркое, неординарное, в чем ходить по подиуму. Но это в первую очередь, это то, что больше всего я люблю делать в войлоке. Вещи для каждого дня, для реальной жизни. Удобные, комфортные, надежные, которые можно носить долго, а не до первой стирки. Да, это не китайский ширпотреб, и это никакая не синтетика, это здоровая одежда. Вот такие вот вещи, да. То есть вот смотрите, я показывала там, где моя дочь на фотографии, да, одна из первых моделей. Со временем эта модель усовершенствовалась. Я ее трансформировала. И она стала другой. У нее появилась кокетка, у нее изменился по очертаниям капюшон. Эта вещь стала уже двухсторонней. То есть все в развитии, да. Я никогда не делаю копии своих работ. Мне это неинтересно. Иногда, очень редко бывает, там уговорят заказчики, я что-то сделаю по мотивам. Но я совершенно точно знаю, что каждая новая вещь, она лучше предыдущей. И так и должно быть. То есть мы все же учимся, да, мы развиваемся, набираем обороты. И так происходит с каждой вещью. Прекрасно совмещается с войлоком не только связанный на спицах трикотаж, а то, что связано крючком, да. Причем вязать можно из разной пряжи. Это могут быть отделочные элементы или детали разного размера, разной толщины. Но тут есть момент баланса. Это во второй части вебинара, мы об этом еще с вами поговорим. То есть вязание крючком, да, если вы не вяжете на спицах. Мужчины. Вообще войлочными вещами мужчины во многом обделены, да. Как-то так вот сложилось, что делают из войлока красивые яркие аксессуары, но редко делают мужскую одежду. Я уже много лет делаю мужскую одежду из войлка. И вот модель свитера, да, или тройера, да, когда застежка, воротник на молнии, с рукавами реглан вязанными для мужчин пользуется несомненной популярностью. То есть это все время заказывают, с удовольствием носит эти вещи мой муж. Вот. И эта модель оправдала себя, да. То есть это очень удобно. Это тепло, это практично, а мужчины это очень ценят. Соответственно, как бы вот это можно делать. Модели могут быть, ну, конечно, более какими-то утонченными и сложными. Можно делать войлок разной фактурности и использовать совершенно разную пряжу для того, чтобы делать вязаные детали. Вот тут я поэкспериментировала в семнадцатом году от души, создавая коллекцию одежды, симпт-клос. Ну, как бы тут очень сложный был войлок. То есть вещи при всей своей практичности, они еще все-таки, ну, такие очень эффектные, да, нарядные, да, скажем по-русски, нарядные получились. Ну, вот. Но были вещи как бы вот и для городской жизни, да. То есть вот одежда современной, такой уверенной в себя, в себе знающий толк в вещах, да, современной горожанки. Не фифочки какой-то модницы, да, а вот уверенная, уже серьезная такой женщина, которая ценит комфорт, которая заботится о себе, о своем здоровье, любит себя по крупному счету. Вообще такие вещи, как правило, заказывают и покупают люди, которые действительно любят себя. Очень простая такая штука, да. Для себя мы делаем что-то, для себя любимых. И точно так же вот к нам приходят, подтягиваются люди с таким же отношением к себе и с большим уважением и благодарностью к нам, как правило. Ну, вот тоже из этой же коллекции, да, свитер и юбка. То есть простые, казалось бы, силуэты, но это действительно вещи повышенной комфортности, но они необычные, оригинальные. Ну, такой вот еще костюм. То есть, ну, вот у меня, на мой взгляд, красивая модель Аня, но при этом она женщина из реальной жизни, сорокалетняя мама двоих прекрасных детей. Да, то есть вот это не просто модель на подиуме, это реальный, вот живой человек. И они, кстати, тоже носят войлочные вещи с удовольствием. Вот. Вариант совмещения войлок не только с трикотажем, а с шерстяной тканью. Вот здесь, на прошлом вебинаре, да, мы разговаривали, нет, на позапрошлом мы с вами говорили о видовых фактурах, и я рассказывала вам много про харис твид, да. Вот это войлок совмещен с твидом, да, то есть войлок прекрасно можно с тканями и с ручного ткачества полотнами объединять. Причем тоже я этим занимаюсь уже давно, много лет. Не так давно вот у меня прошел вебинар по вот такому кейпу, и, ну, как-нибудь покажу у себя на странице, и на сайте уже первые работы есть, которые я вам честно скажу. Я была немножечко в шоке, потому что они, ну, вот нисколько не уступают моим работам по дизайну, по качеству, то есть очень-очень хорошие. Вот, можно делать вот так вот, не только, вот, допустим, вы не умеете вязать, да, как бы, вот, ну, не умеете вы вязать, вот так вот получилось, еще только собираетесь научиться, да. Можно запросто совершенно совмещать войлок с фабричным трикотажем, то есть вот, допустим, я делала толстовки вот такие, здесь вообще кусочки войлока разные, от разных проектов у меня собраны, то есть это вот такой вот шитый пэтчворк, и плюс хороший, качественный, толстенький такой хлопковый трикотаж, любимая вот на фотографии, любимая толстовка моего мужа, вещь уже давно в эксплуатации, ничего с ней плохого не происходит, носится великолепно, очень теплая, комфортная, уютная. Вот такой вот проект был, тут как бы с посадкой, да, это была историческая реконструкция, такой заказ, и, ну, фотография не на заказчике, да, а на нашем знакомом, которого я попросила просто побыть моделью, потому что вот это мужское пальто делалось на человека ростом два с лишним метра, да, ну и касается, Жень, в плечах, то есть, ну, такую модель в жизни встретить, в общем, достаточно сложно. Вот тут как бы интересный был вариант совмещения войлока с тканью грубой, шерстяной и кожей, да, ну, как бы вот это все нарочито грубыми стежками такими собиралось, все, то есть, ну, это вот как историческая реконструкция, но можно же делать такие модели и более адаптированных фасонов, да, то есть, вот это тоже хорошая перспектива, но я считаю, на нее обязательно надо обращать внимание, потому что войлок с кожей совмещается хорошо не только в обуви и сумках, да, и рюкзаках, что сейчас становится популярно, но в одежде это тоже и можно, и нужно применять, это отличное направление. Ну, и тут как бы я не могу уже молчать о своем новом таком увлечении даже, ну, я не могу сказать, что увлечение, это такая любовь у меня возникла. Я долго не позволяла себе заняться ткачеством. Я все время себе говорила, нет, пусть хоть что-нибудь я не умею, научилась прясть, напряла много-много разной пряжи красивой, ну, и тут вот все, сердце мое не выдержало, и все-таки вот в доме появился ткацкий станок, я стала ткать, и, естественно, если я за что-то принимаюсь, я стараюсь это делать основательно, я обзавелась кучей великолепных учебников. Очень хорошо сейчас, что не надо никуда метаться, ездить далеко, да, и тратить время на мастер-классы. Это прекрасно, если есть такая возможность кому-то сходить, поучиться вживую, но сейчас есть возможность онлайн-обучения, то есть я стала ткачество осваивать еще и вот таким образом, то есть основательно, действительно серьезно. И я заметила, что есть интереснейшие приемы, которые, ну, просто просятся в войлок. И, мало того, в одной из книг я нашла варианты прямо, ну, во-первых, мы все знаем, да, что ткани, вот, Твит, Лоден, да, их подваливают, это чисто шерстяные ткани, которые подваливают. И подваливают всякие еще фактурные тканные штуки, да. Ну, естественно, это требует продолжения уже в войлоке, то есть можно совмещать, можно собирать все. И я попробовала такую довольно интересную технологическую находку, как мне кажется, я нашла для войлока. И я очень хочу с вами ею поделиться. Я сделала массу образцов, поняла, что это актуально. Я вот такое не люблю, когда, ну, вот кто-то там, что-то только вот, вот мне показалось, что так можно, да, и вот тут я сейчас этому начну учить. То есть я всегда все проверяю. Очень основательно все проверяю. И вот ту технологию, которую я сейчас вам буду показывать, да, вот тоже. Вот это, кстати, это вообще мой самый первый тканный палантин. Самый первый, да. Это была проба пера. Это был такой восторг, столько эмоций.